Ну что ж, всем привет, с вами я ViperWid. В 2020 году я делал обзор на первую и вторую часть Beholder, и вот, наконец-таки, состоялся релиз третьей части. Только вот, получилось неоднозначно. Одни говорят, что триквел получился хорошим, а другие утверждают, что это халтура. И я прекрасно понимаю, за что можно хейтить эту игру, и за что её можно полюбить. Хотя, честно говоря, я не понимаю, за что можно полюбить эту игру, поскольку эта игра не оправдала наши ожидания. Тем более, эту игру разрабатывали не наши ребята из Warlamp Games, а неизвестная студия Paint Bucket. Поначалу, это была неплохая идея, чтобы доверили другой студии разработку третьей части. Но потом, как оказалось, сделали очень зря. Чем-то он руководствуется в Alavar Games, остаётся для меня загадкой. И вы наверняка думаете, господи, неужели всё настолько плохо с этой игрой? На самом деле, нет. На самом деле, у этой игры всё-таки присутствуют плюсы. И в этом видео вы узнаете, насколько плоха новая часть Beholder. Так что усаживайтесь поудобнее, запасайтесь попкорном, и желаю вам приятного просмотра. Погнали! На этот раз события происходят уже не в Хельмире, а в Вельвоже. И всё это происходит в 1989 году. И поскольку события происходят в другом государстве, именуемый себя Величайший Союз, концовки второй части Beholder игнорируются. История повествует об одном работнике министерства по имени Фрэнк Шварц. Поначалу у Фрэнка всё хорошо было в жизни, пока не наткнулся на странный файл на своём компьютере. И как оказалось, этот файл является вирусом. Фрэнк понимает то, что этот вирус является антигосударственным, и ему придётся удалить, пока его не обвинили в измене. Фрэнку удалось избавиться от вируса, однако камера успела запечатлеть преступление. Фрэнку ничего оставалось делать, кроме как бежать со своей работы. Увы, на выходе Фрэнка всё-таки ловят. Единственное, что ему оставалось, это подписать документ. В документе говорится, то, что его увольняют из министерства, и единственным способом оставаться живым, это работать управдумом. В противном случае, если он откажется подписывать этот документ, то тогда до конца жизни ему придётся работать на шахтах. Подписав документ, Фрэнк понимает то, что ему дали второй шанс. И таким образом ему пришлось отдать свою душу дьяволу, дабы его семья осталась в живых. Сможет ли Фрэнк Шварц восстановить свою репутацию или нет, всё зависит от игрока. Первое дело, с чем сталкивается игрок, это с механиками, которые могут вызвать у него дежавю. И ведь это правда. На первых часах геймплея третьего Бихолдера возникает такое чувство, как будто ты играешь в ремейк первой части. Как и в первой части, вас учат устанавливать камеры, общаться с жителями, писать доносы и так далее. Единственное отличие в том, что вам нужно выкидывать мусор, чинить стиральную машину и пополнять отопление. А ещё вам периодически нужно платить за воду и электричество, иначе если вы не будете делать, то придётся платить штрафы. Тут даже диалоги чем-то напоминают на первую часть. А особенно меня смущает семья главного героя. Тут есть жена, которая каждый день беспокоится за финансы и за детей. Тут есть старший ребёнок, который показывает нон-конформистские взгляды. Тут даже есть младший ребёнок, который, к слову, ведёт себя как абуза. Да и сам Фрэнк чем-то похож на Карла и на Эвана. И поначалу мне показалось, что это просто совпадение. Типа разработчики решили сделать жирную отсылку, с кем не бывает. Но когда я узнал то, что помимо коммуналки нужно ещё следить за министерством, я понял то, что у разработчиков не хватило фантазии. Потому что они создали максимально халтурный гибрид первой и второй части. Они решили взять всё самое лучшее с первой и второй части, но по итогу вышла забагованная каша. Касательно министерства. В большинстве случаев они решили взять фишки с первой части. То есть вы незаметно в их офисах ставите камеры, пишете информацию о своих коллегах, подкладываете запрёщённые вещи своим коллегам, хотя тут намного труднее получится. Имеется продавец, который торгуется всякой шнягой запрёщённой, и вы можете выполнять задание. От второй части здесь имеется только одна фишка. Если у вас достаточно очков уважения, то вы можете подняться на следующий этаж. Но прежде чем подняться на этаж выше, вам придётся ликвидировать одного из четырёх сотрудников, которые выше вас по званию. А вообще, все фишки, которые присутствуют в этой игре, имеются и в первой, и во второй части. Кому интересно, можете заценить мои обзоры на этой части. Ссылки будут в описании. Итак, геймплеем нас не удалось удивить. Может быть с графоном и с атмосферой куда получше ситуация. Но с графикой действительно постарались. Человечки и окружение по сравнению с первой частью выглядят более объёмными. А по сравнению со второй частью, это вообще небо и земля. Как вы помните, вторая часть была полностью в 3D. И, к сожалению, это только усугубило ситуацию. Во второй части персонажи выглядели очень странно. Более того, даже пугающими. А в третьей части персонажи выглядят наполовину 3D, наполовину 2D. Притом выглядят нормально. А вот с атмосферой тут не всё однозначно. С одной стороны, это всё тот же бехолдер с огнетающей атмосферой и нагнетающей музыкой. Но с другой стороны, фишка жуткой атмосферы здесь потеряна. Тут дело даже не с графикой, которая, к слову, здесь получилась слишком цветастой. Дело заключается с персонажами. Персонажи здесь неинтересны и никак не выделяются. Единственный персонаж, кто выделяется, это дочка нашего главного героя по имени Ким. И то не в самой лучшей ключе. Она является лесбиянкой. У меня возникает вопрос. Алла Вар, как вы могли такое допустить? И тут претензия не потому, что пропагандируют толерантность, а потому, что вообще никак не вписывается в игру. По крайней мере, ЛГБТ выставляют в плохом ключе в этой игре. Хотя бы на этом спасибо. Вообще, в плане атмосферы мне больше всего понравился стелс. Если точнее, мы можем потихоньку пробраться ночью в квартиру, когда все спят. В первой части Beholder, когда ты пытаешься проникнуть в квартиру ночью, тебя моментально палят. А здесь тебя запалят в том случае, если ты будешь бегать по квартире. И да, я знаю, что это относится к геймплею. Просто во время создания ролика я только сейчас вспомнил про эту функцию. Ну а теперь давайте-ка подводить итоги. Что я думаю об этой игре? К сожалению, мне эта игра не особо понравилась. Даже преданные фанаты скажут, что данная часть получилась крайне халтурной и забагованной. Но если какого-то черта у вас появилось желание пройти эту игру на все концовки, то лучше дождите скидок. Да и вообще, на данный момент игра получилась слишком сырой, прям как киберпанк. Как минимум через месяц починят эту игру. Да и вообще, возникает такое чувство, как будто Пайнтбакет Геймс не понимают, за что именно полюбили Beholder. А на этом всё. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, делитесь этим видео во всех социальных сетях и нажимайте на колокольчик. Также добавьтесь ко мне в друзья вконтакте, вступайте в группу вконтакте, подписывайтесь на второй канал и донайте. Все ссылки будут в описании. С вами был Вайпермен, всем удачи, всем пука.